Всем привет! Вы смотрите блог про игру Wolfenstein 2. Я несколько дней готовил этот блог и решил, что нужно сделать блог про эту игру. Но сначала всё по порядку. Чёрт возьми, я несколько дней готовил этот блог и решил начать с одной древней игры Wolfenstein 3D. И эта игра достойна просто внимания. Было как-то время, у меня тогда не было мощного компьютера, и я решил ради прикола купить игру 2009 года. И главный герой, как и во всех частях игр этом, остался всё тот же Блашкович. Американский герой игр. Мне игра настолько понравилась, что я её проходил по несколько раз. Потом прошло какое-то время, и я увидел трейлер в 2014 году, может быть даже в 2013 году, я уже не помню. И я очень хотел сыграть в Wolfenstein Neff Order. У меня тогда не было такой возможности, у меня был просто Пензиум 4, и игра просто не шла. И вот в этом году, в 2017 году, у меня появилась такая возможность, и я её скачал, начал играть, и меня игра приятно просто удивила. Главный герой всё тот же Диджей Блашкович, американский герой, спасает мир от нацистов. То есть, в этой игре постоянно нужно убивать немцев. Если говорить про Wolfenstein Neff Order, про финального босса, то на 90% разработчикам удалось сделать так. Не было времени отсиживаться в углу, и нужно было постоянно двигаться. То есть, разработчикам это удалось. Финальный босс не был настолько страшный, сколько всё, что вокруг происходило. Особо не буду впадаться в подробности, потому что блог в основном хочу посвятить Wolfenstein 2. Там реальный ад, Паданте. Понимаешь, о чём я? Они просто звери. Не звери. Люди. Америка? Я так думаю, они устали сражаться. Теперь они делают всё, что прикажет долбанный фюрер. Надо всё изменить, Игрейс. Вернуть американскому народу боевой дух. Начать революцию. Wolfenstein 2. Это будет всё тот же самый классический шутер, который был в 2014 году. Эту игру нельзя назвать сразу, что она будет хорошая, или просто новая. Как вы поняли, речь пойдёт о том, что в игре ещё раз придётся убивать немцев, но уже спасать Америку от рабства. Wolfenstein 2. Я был приятно удивлён тем, что разработчики игры остались в Machine Games. И этот факт меня очень порадовало. У Machine Games Wolfenstein The Order это их первая самостоятельная игра, которая получилась качественная. Можно смело назвать классический качественный шутер 2014 года. Игровой движок ИТ-6, который уже использовался в игре Doom 4. А вот на движке игре E-Tech 6 Я хотел бы уделить больше внимания в этом пункте По моему мнению использовать новый движок для игры это смелый шаг Чтобы игру просто обновить и дать игрокам возможность насладиться игрой во всей красе Но уже просто с другой стороны Вообще мне очень важен этот пункт Потому что этот движок использовался только второй раз Вольф Винштейн 2 То есть первый раз он используется в Doom 4 Для восьмого поколения игр Ну вообще мне игровой движок интересен Потому что когда создают новый игровой движок То над этим движком работает не один человек А целая команда людей Которые на этом зарабатывают хорошее деньги Не, ну правда Игровой движок это очень важно для любой игры Потому что это один из ключевых моментов для любой игры Да и вообще это Когда для игры используют новый движок Это целое событие вообще для всей игры Вольф Винштейн 2 Я старался все затронуть пункты Которые считал нужны Если даже я упустил этот важный пункт Или не такой естественно важный для этого блога То просто пишите в своих комментариях Да, может быть я что-то Какую-нибудь деталь упустил в этом блоге Но это не столь важно Я реально несколько дней готовил этот блог Вольф Винштейн 2 Релиз игры состоится 27 октября Будем ждать выхода игры А там уже время покажет Как себя проявит игра для игроков Вы смотрели блог про игру Вольф Винштейн 2 Ставьте лайк Подписывайтесь на канал И играйте только хорошие игры Всем пока Они принесли эту войну на наш континент Люди должны понять, что хватит уже терпеть Братья и сестры Соединенных Штатов Америки Сегодня мы, вольные бойцы сопротивления Призываем вас вступить в наши ряды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok